Чем, на Ваш взгляд, христианское воспитание отличается просто от хорошего воспитания? В мире в христианстве есть четкие критерии добра и зла. И четкие критерии того, что является высшей ценностью, а что является второстепенными ценностями. И вот в этом, собственно, главное отличие христианского воспитания – это ясности, ясности приоритетов, ясности целей. Христианское воспитание может помогать человеку в выборе не просто своей профессии, а в определении своего призвания по жизни. А простое, хорошее воспитание может быть таких целей не ставить. Христианское же воспитание – это скорее воспитание инока, воспитание человека, который будет стремиться в своей жизни жить не по законам мира сего, а по законам Божьим. И это предполагает не просто научение какой-то христианской нравственности или знание основ православия, а это скорее предполагает осознание своей жизни как дара Божьего, как пути, на котором надо обрести свое место в церкви и перед Богом. В христианском воспитании очень важно научить наших детей жить не для себя, не жить, не быть потребителем в этом мире, не относиться ко всему миру, к другим людям только чисто потребительски. Христианское воспитание начинается тогда, когда в семье мы начинаем преодолевать вот эти замкнутости на себя, перестаем копить и беречь для себя, а учимся сами и учим наших детей открывать свое сердце, открывать свой дом для других, учиться жертвовать. Мне кажется, что христианское воспитание не всегда хорошее, да, а всякое хорошее воспитание не всегда христианское. И здесь возникает много вопросов и некоторых даже беспокойств по поводу того, что представляет собой современный церковный человек. Потому что у него часто бывает, что не хватает и образования, и воспитания. Дело в том, что христианское воспитание нельзя отделить от просто воспитания. Поэтому, как и в любой другой семье, в современной христианской семье, тоже не хватает традиции, не хватает культуры, не хватает образования самих родителей. Поэтому, когда ты можешь воспитать только то, что сам умеешь, знаешь, понимаешь, да. А что в опыте вашей именно семьи помогает, а что мешает христианскому воспитанию? Помогает общее пространство жизни, помогает общее пространство молитвы, помогает общие дела. Мне кажется, что это очень важно. Для детей всегда очень важно, чтобы они входили в чей-то труд. Сами по себе они вот такую перспективу для себя нарисовать не могут. Здесь должны тон задавать всегда взрослые. Это очень важно. И поэтому у самих взрослых всегда должна быть перспектива в христианской жизни. Если они теряют эту перспективу, то тогда они мало чем могут помочь в христианском воспитании своих детей. Ну, помогает, конечно, прежде всего, то, что есть определенное церковное собрание, которое ребенок, подросток видит, в котором он регулярно бывает. Все-таки помогает в нашей конкретной семье все-таки единство по фундаментальным вопросам. По крайней мере, у нас с женой нет разногласий в отношении фундаментальных ценностей. Что все-таки вера и отношение с Богом, что это первично для человека, для нашей семьи, для нас первично, собственно говоря. Мешает, но, безусловно, вот такое отсутствие единомыслия между родителями по вопросам воспитания, по вопросам границ, когда не получается в доме, в своем, держать вот тот порядок и ту норму жизни, которая действительно закладывает и умножает веру в человеке. Ну, я думаю, то, что, как и всякой хорошей семье, так и в моей, дети, в общем, не особо ценят то хорошее, что есть. Вот, и нет пророка в своем отечестве, это, в общем, фраза, я считаю, что вечная, относящаяся к любой ситуации, в том числе и к семье. Я думаю, что, может быть, не хватило до настойчивости некоторой, которая обычно бывает в традиционных семьях, чрезмерное такое представление о том, что человек сам дойдет, сам выберет и сам, в общем, для себя решит, что выбор хорошего так естественно. И один из таких трагических моментов у теории традиции – это неумение заключать свою жизнь в нужной границе. То есть современные дети, они очень плохо воспитаны в том смысле, что они не знают границы, не знают своего места, они не понимают, как им общаться с другими людьми, потому что их так воспитывают, в том числе и христианские родители, что они в центре жизни, а вовсе не Христос и не Ему служение.